МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закон о местных выборах едва успели принять, но эксперты уже критикуют его. По мнению политологов, новая избирательная система создаст условия для политической коррупции. Впрочем, документ еще должен подписать президент страны. В преимуществах и недостатках закона о местных выборах разбирались наши журналисты. Закон о местных выборах принят. За него проголосовали 257 нардепов. Голосование назначили на 25 октября. Эксперты говорят, избирательная система изменится в корне. Теперь голосование будет проходить по так называемой пропорциональной системе с открытыми списками. Местные советы, политические партии в каждом территориальном округе выдвигают одного кандидата. Он может быть как членом политической партии, так и нет, но тем не менее выдвинуть его должна партия. Количество территориальных округов, например, в городе равно количеству мест в городском совете. То есть, допустим, в Одессе, учитывая уменьшение количества мест в советах, по предварительным данным будет 90 мандатов. На данный момент 120. После того, как одесситы проголосуют, из кандидатов от политических сил составят внутрипартийные списки. Первые позиции займут те представители партии, которые наберут большее количество голосов в своем округе. Если в сумме политическая сила не преодолевает 5-процентный барьер, то партия вместе со всеми своими кандидатами автоматически прекращает участие в местных выборах. А те, кто преодолел, будут делить места в местных советах пропорционально набранным голосам. В этой системе есть несколько самых проблемных моментов. Первое мы можем получить, что кандидат победил, например, с перевесом, он получил 80% голосов в округе, но его партия, от которой он шел, не преодолела по городу проходной барьер. А вот выборы мэров и сельских голов будут проходить по мажоритарной системе. В городах свыше 90 тысяч избирателей для победы в первом туре кандидат должен набрать абсолютное большинство – 50% плюс один голос. Иначе не избежать второго тура. По предварительным данным, оценочным, подавляющим большинстве больших городов Украины, выборы будут проходить в два тура, именно городских голов. А вот для населенных пунктов, где проживает меньше 90 тысяч избирателей, для победы достаточно относительного большинства. То есть просто набрать больше голосов, чем конкурент. Эксперты очень сдержанно отзываются о данном законе, говорят много рисков, которые традиционно заключены в украинском политикуме. Новая избирательная система, новый закон, он создает просто прекрасные возможности для политической коррупции. Потому что, во-первых, партия может, поскольку нет самовыдвижения, каждая партия говорит, если ты хочешь стать депутатом, тебе нужно от кого-то баллотироваться. Ты можешь заплатить нам, и мы тебя выдвинем. То есть это первый слой коррупции. Второй слой коррупции – да, мы тебя можем выдвинуть, но мы тебя можем выдвинуть в каком-то округе. То есть мы тебя можем бросить там, где тебя вообще никто не знает, а можем поставить там, где тебя более-менее знают. Отмечу, что законотворцы решили не проводить выборы на оккупированных территориях Донбасса. Олеся Повар, Яна Алиматова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Опасная находка. В Котовске неизвестные установили взрывное устройство в жилом доме. Гранату F1, помещенную в стакан, нашел у дверей местный житель. Вырванная ЧК находилась рядом. На место немедленно вызвали милицию и спасателей. Судя по всему, неизвестные пытались установить растяжку, однако не успели этого сделать. Этот предмет изъят, вывезен и обезврежен. Материалы направлены на экспертизу. В данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия, устанавливаются личности, которые это совершили, и причины, почему это было совершено. Квалификация данного правонарушения по части 1 ст. 296 Уголовного кодекса «Хулиганство». Как поступить в ВУЗ без приписного свидетельства из военкомата? Одесский выпускник уже несколько месяцев пытается получить свой военный документ. Военкомат то переносит прием, то теряет бумаги. Подробнее в нашем сюжете. Последние 7 месяцев в Приморском военкомате Татьяна Николаевна появляется часто. Все это время ее внук Денис не может получить приписное свидетельство. Ребята поступают и вот столкнулись с тем, что нам до сих пор не выдали. Выдать приписное военкомат должен был еще в марте. Но оказалось, что документы затерялись. Вдобавок парню назначили дополнительное медицинское обследование. Хотя до этого никто нам ничего не говорил. Значит, мы уже потеряли 3-4 месяца. Значит, пока мы прошли это все, естественно, был уже наплыв ребят, мы в конце июня сдали все документы. Но и в этот раз получить приписное не удалось. Весь пакет документов снова собрали, передали, но безуспешно. Где-то по дороге они, ну, в общем, теряются или, может быть, попали не в тот кабинет, не знаю. Документов нет. Начинают искать, естественно, документы не находят. Бабушка Дениса рассказывает, каждый раз, когда внук приходил за приписным, начальник уезжал на учение. Парню намекнули, что получить желаемое можно. Для ускорения процесса получения необходимо пообщаться с военкомом. Но он был сам, естественно, он никуда не пошел. По своему вопросу Татьяна Николаевна уже обращалась к главе ОГА, но его пока не решили. Денис собирается поступать в водный институт, и бабушка переживает, что из-за такого халатного отношения внук просто потеряет год. Сегодня, если мы не получаем или удостоверение, или эту справку, то вряд ли мы уже до 31-го что-то успели. Я просто переживаю, что, по-моему, сказали, 4-го числа будет зачисление. Естественно, надо принести все оригиналы. Знаете, к чему мы придем, если мы сегодня не получим? Мы в следующую неделю придем, это будет то же самое. Сегодня Денис приписное снова не получил. И он такой не единственный. К счастью, пока вузы входят в положение абитуриентов. Но что им скажут, когда подойдет время сдавать оригиналы документов, неизвестно. Следить за развитием событий будут Олеся Повар, Андрей Кульба, 7 канал. С лозунгами и плакатами инвесторы жилого комплекса «Морская симфония» вышли на митинг возле здания облгосадминистрации. На протяжении 8 лет люди не могут въехать в собственные квартиры. По их словам, новый застройщик требует переоформления договора купли-продажи и дополнительных средств на достройку. За справедливостью инвесторы пришли к Михаилу Саакашвили. Подробности узнавала Ирина Стрибко. В 2005 году Дмитрий и еще 109 инвесторов вложили деньги в строительство жилого комплекса «Морская симфония». Многоэтажный дом у моря обещали сдать в эксплуатацию в 2007-м. Спустя 8 лет инвесторы так и не стали владельцами квартир. С каждым годом ситуация становится все сложнее. Мною была выплачена полностью вся сумма по договору инвестирования порядка более 2 миллионов гривен. На сегодняшний день объект до сих пор не достроен. Помимо того, вошедший новый инвестор требует перезаключать договора, требует доплаты неаргументированного. И у нас есть подозрение, что нас просто хотят выкинуть из этого объекта. За 10 лет истории «Морской симфонии» из жизни ушли два руководителя организации застройщиков. После смерти главы компании «Теракс» Станислава Стукальского права на ведение работ перешли к Григорию Суркису. По словам инвесторов, последние требуют от них переоформить договор купли-продажи и добавить денег на достройку. Сегодня пришли для того, чтобы попросить защиты от коррупционно-мошеннического вымогательства денежных средств в особо крупных размерах у одесситов, у инвесторов. Пытаясь нас кинуть и сделать вместо зданий, которые построены за наш счет, себе апартаменты, которые будут сдавать. Для этого надо нас всех выкинуть. Адвокат инвесторов жилого комплекса утверждает, если не предпринять срочных мер, люди могут навсегда потерять и квартиры, и деньги. Есть реальная угроза тому, что весь дом уйдет другим инвесторам, потому что, как мы узнали, весь дом заложен в ипотеку перед какими-то кредитными учреждениями. Отстаивать свои имущественные права инвесторы «Морской симфонии» собираются в суде. Надеются и на поддержку власти. Наталья Костенко, Ирина Стрябкова, Валентин Мирза, 7 канал. Маслоэкстракционный завод, который работает на территории Порта Южной с 2014 года, сегодня решили презентовать Михаилу Саакашвили. Завод по перевалке, хранению и переработке семян мощностью до 700 тысяч тонн – это зарубежный инвестиционный проект. Пока реализована его пятая часть. Несмотря на коммерческую тайну, амбициозные планы узнала Ольга Голодова. Самый мощный завод в Украине по перевалке, хранению и переработке масличных и зерновых культур заработает в Одесской области в 2021 году. Территориально расположен он в Порту Южный, и сам проект реализован пока лишь на 20%. Этот объект – совместные инвестиции швейцарских и нидерландских меценатов. И это прекрасный пример того, что какая бы ни была война, если будут условия созданы для инвесторов, сюда придет весь мир. И это очень показательно, и это очень знаменательно, что не только открыли этот завод, но еще инвестор хочет вложить 60 миллионов долларов, а это 200 миллионов долларов, этот завод уже для того, чтобы открыть новую мощность этого завода. В планах создание новых рабочих мест. Сейчас их 250 будет больше – около 2000. Украина имеет сейчас не просто амбитные планы. Мы номер один в мире по солнечному, по солнечному аллее по экспорту. Мы имеем лидирующую позицию по производству. В соответствии с мощностью, что мы видим сейчас перед нами, оно не только нас сейчас на световом рынке серьезно закрепит, но в том числе нам подтвердят возможности, в том числе и расширенные и по другим товарным группам. Настолько я знаю, что планируется и вторая черта, и третья черта. Александр Априа – механик. В профессии более 10 лет. У него среднее техническое образование. Прошел путь от слесаря до оператора. Когда узнавал о наборе на данные предприятия, отправил свое резюме, прошел собеседование и его взяли на работу. Сейчас на маслоэкстракционном заводе следит за тем, чтобы все оборудование работало исправно. Занимаемся сейчас пусконаладкой и запускаем оборудование в работу. С нами работают специалисты, которые поставили нам оборудование. Это с Италии. Хочу обратить ваше внимание, что за время кризиса ни одна из швейцарских компаний не ушла с рынка Украины, а наоборот, приумножила свои инвестиции. Более того, наше правительство и различные службы показывают ровное доверие и заботу об Украине. Общая сумма инвестиций в строительство завода и терминала с инфраструктурой составляет около 600 миллионов долларов. Этот объект является одним из самых крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Украины за последние годы. Первую часть проекта реализовали за 17 месяцев. Компания «Зернотрейдер» хочет построить свой причал для загрузки. Но есть проблемы. Нам до сих пор не дали причалы. Подчеркиваю, не подарили, не дали приватизировать, нам не дали их построить. По сей день мы не можем добиться, хотя два года добьемся. Пока глава правления компании «Зернотрейдера» ждет разрешения на строительство причала, в главном плане завода технически он уже существует. Сумеют ли инвесторы реализовать проект через шесть лет? Покажет время. Ольга Голодова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Возле порта «Южный» в направлении Одессы строители ремонтируют дорожное полотно трассы «Одесса-Южный». Глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, который побывал с рабочим визитом в Коминтерновском районе, посчитал, что этот ремонт делают специально к его приезду. Пример показухи, то, что происходит у нас в области годами. Узнали, что мы сюда приехали, сразу прибежали очень оперативно, вырезали ямы, начали их латать. Распустись к черту этот обл-автодор и центральный автодор. Деньги, которые есть, которые платят люди, налоги, в прозрачном тендере объявить, запустить и международные компании в том числе. В свою очередь дорожные строители отметили, что ремонтные работы ведутся с апреля. За это время сделали большую половину трассы. Легендарный трамвай выходит на свой маршрут. С завтрашнего дня в Одессе возобновляет свою работу в обычном режиме трамвайный маршрут номер 5, курсирующий от автовокзала через Привоз и Французский бульвар в Аркадию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Первый трамвай одесситы увидят в 6.15, а интервал движения вагонов составит 4-6 минут. Электричество взбесилось. Жители дома номер 11 на улице генерала Петрова фиксируют шокирующие перепады напряжения. Из-за этих скачков сгорает вся бытовая техника. От дорогих телевизоров до обычных электробритв. Больше знает Анастасия Симонова. В этом доме у людей десятками сгорают пылесосы, холодильники, компьютеры, роутеры, бойлеры и другая техника. Перепады электричества здесь очень резкие. У Алены дома реле напряжения. Цифры, которые выдал аппарат местных жителей, просто шокировали. За одну минуту напряжение менялось 16 раз. С 92 до 323. Здесь вот время 1 минута. Все фиксируется на протяжении 1 минуты. 1 минута. 23, 18, 316, 233, 240, 212, 234, 321, 312, 267, 234. Вот как бы это все в одну минуту. Такие перепады техника не выдерживает. Те, кто имеет возможность, покупают домой автоматы. Жильцы дома говорят, проблемы начались после 2012 года. Обращение в РЭС, в Облэнерго. Ничего у нас не происходит. Приезжают специалисты. Два раза они были. Но самое интересное, что после того, как они вроде бы установили ноль, эти прыжки начались еще интенсивнее. Вот все, что я могу сказать. ЖЭК работать не хочет. Это не голословные слова 92-320. Это реально то, что происходит. Лампочки горят моментально. Это мешками надо их приносить домой, потому что каждый бросок где-то две-три лампочки вылетают. Николай Вакуленко остался без стиральной машины. А Юлиана пострадала еще больше. У нее сгорела половина техники. Причем новой и недешевой. Я пришла домой. У меня электричество полностью все вырублено. Я включила. Я не сразу заметила, что через сутки шнобболер не работает. Кондиционер куплен 11 ноября 2014 года. Новый совершенно новый. Пожалуйста. Не функционирует. Включать его бесполезно. Напряжение скачет в любое время суток. Чтобы уберечь то, что осталось, на ночь люди отключают все электроприборы в доме. Перегорел телевизор новый. Смарт-ТВ. И вот мы поехали в эпицентр, купили вот этот аппарат. И вот он показывает. Как только 240, все выбивает электричество. 380, 360. 180. Потом 360. Это постоянно. Люди пишут письма во все инстанции. Ответы есть, решения нет. Я лично от себя не раз писала и в ЖЭК Черемушки, и начальнику ДЭЗа в Черемушки, первого участка и общего Черемушки ЖЭКа. Мне пожимают плечами, говорят, это не наша проблема, это проблема РЭСа. А РЭС мне отвечает, что это проблема дома ЖЭК. Все. Вот круг замкнулся. В Южном РЭСе говорят, все дело в поврежденном кабеле, который снабжает дом электричеством. Поэтому генерала Петрова 11 перезапитали через соседнее жилое здание под номером 9. Кабель обещают отремонтировать в этом месяце. Кабель будет запланирован в ремонт. Там история по кабелю такая, что надо смотреть. Или мы его будем полностью перекладывать, соответственно, от трансформаторной подстанции до жилого дома 11. Это надо будет рыть траншею. Если мы придем к этому выводу, посмотрим по состоянию кабеля. Если кабель достаточно будет в хорошем состоянии, в нормальном, то мы выполним ремонт этой кабельной линии. Ответственность облэнерго заканчивается на входе в дом. Дальше за внутридомовые сети, щитки, проводку фазы уже отвечает ЖКС. И если электричество все же скачет из-за внутренних проводов, уже появятся вопросы к коммунальщикам. Красота. Вот этот провод плавится. Вот этот провод плавится. Ведь вот эти бруски напряжения захочутся тем, что вот этому дому почти 20 с лишним лет проводка не менялась. Коммуникация по дому. Следовательно, а нам обещали. Очень каждый раз, каждый год мы вас внесем в план. Анастасия Симонова, Алексей Сорокин, Седьмой канал. Тепловые насосы и солнечные коллекторы. Первое революционное оборудование. Оно действительно экономит энергоресурсы. Так считает эксперт в сфере энергоэффективности Вячеслав Браверман. Новое оборудование также намного дешевле. За последние три года цена на солнечные коллекторы упала в шесть раз. Господа, в шесть раз. Если раньше это было что-то такое там для людей недостижимое, то теперь это вполне. Вполне. Стоят они там в зависимости от 350 до 1400 евро. Но это надо смотреть, что вы хотите получить. Также эксперт добавил, что тех кредитов, которые банки выдают на энергоэффективность и инновацию, в основном хватает только на твердотопливные котлы. А это возвращение в прошлое. Маленькая стихия, большие последствия. Непродолжительный дождь и резкие порывы ветра обернулись для города поваленными деревьями и столбами электропередач. Пострадали не только улицы и автомобили, но и люди. Подробности в следующем сюжете. Игорь оставил машину на привычном месте во дворе родителей. А через 15 минут ему позвонила мама и сообщила, что рядом с авто упало дерево. Мужчина поспешил порадоваться, что рядом, а не сверху. А оно достало. Ну и, собственно, все. На машине камни, крыша побито, стекло побито, дверь, заднее стекло боковое разбито. Каботу досталось не сильно, зеркало там тоже пострадало. Ну, в общем, достаточно проблем будет. От порыва ветра старое дерево раскололось у основания и рухнуло на провода, увлекая за собой железобетонный столб электропередач. Падающие куски конструкции повредили авто и напугали местных жителей. Я слышу треск. Поворачиваюсь, и упало дерево. Упало на машины и ворвало провода. Мы, как говорится, остались без света. Очень страшно было. Первый раз попала в такую ситуацию, поэтому очень страшно. Ущерб Игорь оценивает примерно в тысячу долларов. Не против, если часть расходов покроет организация, несущая ответственность за состояние упавшего столба. Все-таки, ну, это неправильно, когда столбы падают на ровном месте. Ну, упало дерево, потянуло провода. Ну, хорошо, должны были провода как-то порваться, еще что-то. Ну, почему столб упал? Ну, как бы арматура, ну, ничего себе. Жильцы двора не раз обращались в коммунальные службы с просьбой спилить старое дерево. Но в участке номер один ЖК из Черемушки на обращение не отреагировали. Без внимания остался и столб. Столб этот очень давно уже, говорят, около 50 лет, и он давно окрашился. Поэтому результат сегодня мы увидели плачевный для нас, конечно. Хотелось бы добиться справедливости. Очень хотелось. Пока мы ничего не понимаем, кому обращаться, но оставлять это так просто не собираемся. Последствия стихии ощутили и те, кто вчера вечером оказался на Соборной площади. Там, рядом с детской площадкой, рухнул старый клён. Дети успели разбежаться, но под ветвями оказался пожилой мужчина. Свидетели позвонили в службу спасения. На месте происшествия был обнаружен мужчина, накрытый ветками. Нашей службе была оказана помощь в распиливании деревьев и переноске пострадавшего на носилки. Следствие в автомобиле скорой помощи. Мужчину-пенсионера с переломами доставили в больницу. По счастливой случайности непродолжительная стихия не унесла ничью жизнь. Наталья Костынко, Ирина Стрябко, Алексей Филиппов, Седьмой канал. В Одессу приехал Тьерри Фремо, главный человек мирового фестивального движения, программный директор Каннского кинофестиваля и руководитель Института Люмьер в Лионе. Впервые после Каннской премьеры на Одесском международном кинофестивале гость из Франции показал альманах из ста отреставрированных фильмов, которые сняли братья Люмьер. Программа представлена в честь 120-летия кинематографа. Тьерри Фремо – заслуженный деятель культуры и искусства. Он возглавляет самый известный мировой кинофестиваль и дружит со многими голливудскими звездами первого эшелона. Именно за ним всегда остается решающее слово в выборе фильмов на конкурс в Канны. Сегодня Тьерри Фремо в Одессе. Для меня очень важно быть здесь, в Одессе, в эти дни. Я считаю, именно благодаря таким кинофестивалям кино продолжает жить и развиваться. В подборку, который Фремо привез в Одессу, вошли 100 уникальных картин, снятых пионерами кинематографа братьями Люмьер в разных странах мира – от Франции до США и Вьетнама. Это редкие хроники жизни на рубеже 19-го и 20-го веков. Цифровой реставрацией фильмов в формате 4К Тьерри Фремо занимался 5 лет. Эти фильмы – бесценное культурное наследие. Представляя истоки кино, они и сейчас являются актуальными. Братья Люмьер были последними изобретателями и стали первыми художниками в кино. Как только они начали снимать кино, они сразу его и поняли. Эти фильмы очень невинные и чистые, потому что они начали с чистого листа. И даже если сегодня мы спросим любых режиссеров, какие фильмы они хотят снимать, они скажут, что хотят добиться этой чистоты. А еще директор Каннского кинофестиваля предлагает не разделять фильмы по национальному признаку и территориальной принадлежности. Говорить о стране-производителе, по его словам, имеет смысл только тогда, когда речь идет об авторских правах. Говорить о том, что кино является украинским или вообще национальным, нету смысла. Сама идея кино, которую вложили братья Люмьер с самого начала, была в том, что кино принадлежит всему миру. Показ короткометражных фильмов братьев Люмьер собрал в театре музыкальной комедии «Аншлаг». Каждая короткометражка сопровождалась комментариями Тьерри Фремо. В завершении зал стоя аплодировал мастеру. В рамках Одесского международного кинофестиваля гости из Франции также провел мастер-класс для студентов летней киношколы. Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал. Стрит-арт на Дерибасовской. Одесские художники решили добавить местного колорита трансформаторной будки на углу Решильевской и Дерибасовской. Пять дней работы, около 30 литров краски и некогда серая стена стала еще одной достопримечательностью. Рядом с ней уже фотографируются туристы. А уже завтра группа стрит-артеров планирует приступить к работе над обновленной конечной станцией пятого трамвая в Аркадии. Мы изобразили на будке такой вот состаренный вариант пергамента, где различные надписи об Одессе, известных одесситов. Вот можно это увидеть. И в прорезях таких вот, как в выпадах таких, мы изобразили виды Одессы. Там оперный театр, там фонарный столб, да, с указателями каких-то там улиц и так далее и тому подобное. Ну, то есть вот так вот вплели одно в другое и получилась вот довольно-таки красивая будка. Последние штрихи как раз вы можете сейчас наблюдать. И это была последняя информация нашего выпуска. Увидимся с вами завтра в 14.00. Хорошего вам вечера и мирной ночи. До встречи. Оставайтесь седьмым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова